Скажу, что в целом отклик у команды появился, и я об этом говорю, потому что войти внутрь команды по ходу сезона, который неудачно складывается, наверное, всегда непросто и необходимо какое-то время. Болезнь, она ниоткуда-то не берется, наверное, она имеет длинные какие-то корни, длинные корни, поэтому вот состояние футболистов нашел разное понимание игры, наверное, тоже, в общем-то, самим футболистам нужно помогать, чтобы они одинаково понимали игру и в обороне, и в атаке. В целом, в какой-то мере стали организованы, сейчас вроде расстроены, хотя по началу второго тайма, 15-20 минут, конечно, вратарь играл удачно и могли пропустить по большому счету, хотя, если взять первый тайм, то никаких, в общем-то, предпосылок не давали, и потом даже в какой-то части тренер говорит, нужно играть вот так, вот так, и когда в чем-то не выполняется, то вот получаем, допустим, вот так вот, но опять это не из-за того, что не выполняется, а потому что, наверное, нет устоявшегося навыка, да, и мне, допустим, управлять игрой с бровки, когда они рядом, несколько легче, и то какие-то, в общем-то, моменты были, когда длинно, это уже не первый раз, бывает сложнее, пока команда складывается, складывается, поэтому, думаю, вот так. То, что касается, в общем-то, мы в похожей ситуации, да, обе команды внизу, разница в очках не такая, и, безусловно, это настрой такой, что один шаг, один шаг, и ты, в общем-то, получаешь большое отставание, или один шаг ты достаешь, и всегда они такие бескомпромиссные достаточно, поэтому, в общем-то, эмоции когда-то через край были, оставаться холодными, футболисты тоже должны научиться, научиться, а страсть должна правильно быть, напрямую, поэтому скажу так, что и болельщик поддерживает это приятно, и вообще я не первый раз здесь, и каждый раз искренне желал, потому что, чтобы команда была, потому что я помню, когда она была, как выходила в премьер-лигу в далекие годы, и я всегда знаю, насколько здесь, в общем-то, болельщик любит свою команду, поэтому вот хочу, чтобы у вас в перспективе появилась серьезная команда, и люди, в общем-то, с удовольствием ждали не очередной игры, а какого-то очередного большого результата, поэтому я так вижу, вы тоже начали строить команду, строить команду, ну, дай бог, чтобы те люди, которые за это взялись, чтобы они удовлетворили запросы, так. Пожалуйста, вопрос. Юрий Павлович, а на 60-й минуте, ну, фактически двойная замена, это исправление той игры, что была, или это усиление на концовку? Ну, я вам скажу, у нас же обязательная программа, там как-то положение обязательное, чтобы молодые играли, да, я же вижу, молодой просел, да, и Хубулова, может быть, и не снял бы, если бы не нужно было выпускать молодого, да, и поэтому пришлось делать двойную замену для того, чтобы впустить одного молодого и впустить другого игрока. К сожалению, в общем-то, я как-то не думаю, что от этого молодые быстрее заиграют или лучше, ну, я думаю, люди много раз продумали, и наша задача подчиняться, но вообще вот по этому хочу сказать, просто нужно в конкурентной среде быть, они с 7 лет условно до 20 бывают в футболе, да, и 12 лет, если их правильно вести, то они достаточно опытные футболисты, и, в общем-то, взрослые достаточно, и получившие, как хотелось бы, хорошее образование, и вот эта, в общем, невозможность иметь равноценные, в общем-то, ребят заставляет делать вот такие двойные замены, да, ну, и с другой стороны, это в какой-то мере, наверное, конкурентную среду убивает, да, и если нету равного, да, и мальчику надо какое-то время работать, оно раздражает и партнеров, да, и я вообще думаю, что над этим надо подумать, над этим надо вообще подумать, и мне вообще видится, что... Вот они, правильно сказать, ничего искусственное, да, оно как-то не может быть лучше натурального, да, и вот мне кажется, вот это то, чем не только, допустим, я не могу быть недоволен, я, в общем-то, достаточно законопослушный, вот двойная замена именно с этим связана, и сейчас ребята на него молодые, я думаю, они должны выходить, и это тоже подводить очень, вы видите, если молодой выходит и играет неудачно, команда его давит, да, и это психологическое давление, оно, в общем-то, сказывается и на развитии игрока. Если игрок, допустим, выходит тогда, когда команда уже выигрывает, а тренер должен на это реагировать, и он выходит легче, груза такого нету, да, и как бы ни сыграл, в общем-то, это для него хороший опыт. Когда команда проигрывает, его тоже можно пустить, и тренер должен реагировать на это, и он будет, в общем-то, стараться отыграться, то есть всегда. Когда он заслуживает уже просто быть в составе, я думаю, никто не откажется. Поэтому мы должны формировать футболиста, да, и внутри команды, когда получаем молодого. И я думаю, что, безусловно, должно быть понятие не команды только, да, а клуб. И понятно, как формировать футболиста, начиная снизу и доверху. Когда он приходит в команду, он должен, в общем-то, всего лишь играть в стиле команды, он должен быть пластичный, прежде всего, интеллектуальный. Это очень, очень важно. Поэтому я всегда за молодых, много молодых и брал, и они всегда, в общем-то, играли, находил им время. Но всегда был против чего-то такого, ну, как мне кажется, в общем-то, искусственного. Хотя не могу сказать, что я прав. Это всего лишь одно мнение, которое может, в общем-то, в огромной череде мнений быть. То есть, в общем-то, не претендую на то, что я прав. Хотя это лично, это мой взгляд. Что? Спасибо. Спасибо.